да живой еще в мусорке как вот достать тебя оттуда достать то мы до сами дорогие мои сограждане дорогие мои люди ну сколько же можно терпеть рядом с нами безчеловечных уродов не людей ну сколько же можно для которых нет ничего святого и чужая жизнь для них это просто просто бумажка которую можно скомкать и выбросить мусорный пакет друзья сегодня он выкинул собаку завтра он избил собаку а после завтра он начнет убивать детей почему мы не реагируем на это зверство то что творится вокруг нас только потому что эти молчаливые не могут за себя ответить люди милые что творится что творится куда уходит доброта куда миленькие мои куда где же наше сердце где же наша добрая русская душа где мои хорошие где все это почему мы становимся какими-то роботами бездушными безголовыми простите меня пожалуйста но я задаю себе эти вопросы и не знаю не знаю что на них ответить молодая пара подъехала выбросить мусор и услышали небольшой то ли стон то ли писк и спасибо этим ребятам что девушка взяла фонарик и начала осматривать эти мусорные баки и нашла этого ребенка я попросила вы пожалуйста снимите когда она позвонила мне я в ответ попросила только пожалуйста сделайте видео чтобы я понимала там собака щенок чтобы я понимала к чему готовится и спасибо огромное я не ее напарнику к сожалению я не знаю как парня зовут но спасибо огромное этим ребятам что они сделали это видео и не бросили ребенка достали его и привезли у и у у у Почему одно зверьё бездушно швыряет, а другие ползают по этой мусорке, по этой грязи, чтобы спасти? Люди, когда мы об этом задумаемся? Когда мы, идя оплачивать свет, коммунальные услуги, будем выделять графу на помощь приюту 100 рублей? И чтобы это было в порядке вещей, никто же не просит много. Но вдобавочное, доплатить 100 рублей на помощь приюту, умоляю вас, люди, внесите нас, помощь приюту, в ваши платежи. И вы спасёте жизнь не только моему приюту, а и другим тоже. Это очень важно, это по-человечески, понимаете? Доброта, она должна быть, но неужели нашей доброты не хватит на 100 рублей перевода? Ведь я в каждом ролике кричу и прошу о помощи, потому что за спиной 3000 собак, а приют частный. И нам необходимо их накормить, вылечить, обработать, отблох, от клещей, прививки сделать. А это всё финансы. Пока государство не готово повернуться лицом к этой проблеме. Пока их заботят другие только направления. Штрафы, которые готовы повесить на такой приют, как мой. За ненадлежащее содержание животных. А тот, кто принимает этот закон, он не хочет дать заодно и пояснительную записку. Где взять финансы и средства, чтобы надлежащее содержать животных, которых мы собираем на обочинах, по свалкам, по лесам, в городах, по рынкам, по разным базам. Он не хочет дать эту пояснительную записку. Где взять средства, чтобы содержать вот этих найдёнуших, полумёртвых, полуголодных, искалеченных. Где взять средства, чтобы содержать их надлежащим образом. Люди милые, я всем сердцем благодарна вам за то, что вы нам помогаете, что помогаете выжить. Добро должно жить. Это наш мир. И мы не можем его сделать равнодушным, бессмысленным, жестоким. Этот мир, он сейчас, на короткое время, принадлежит нам. А дальше в нём будут жить наши дети и внуки. И только в наших силах научить их, как беречь добро. Как сохранить свет души, как сохранить тепло общения. Простите меня, пожалуйста. Каждый мой ролик – это обращение к вам, к вашим сердцам, к вашей душе. Пожалуйста, люди, не забывайте о том, что приюты нуждаются в вас. Каждый день, каждый день мы просим вас о помощи. И всеми силами стараемся оказывать эту помощь тем, кто попадает к нам в тяжёлом состоянии. И кто просто переступил порог нашего приюта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok